Важный день для ВМС Германии и НАТО. Министр обороны Борис Пистуриус прилетел на север Германии, чтобы объявить о создании оперативно-тактической группы Балтия. Здесь же, в Ростоке, разместится командование новым штабом. Таким образом, Германия со своим крупнейшим в европейской части НАТО военно-морским флотом взяла на себя роль лидера в Балтийском регионе. «Балтийское море всегда играло важную роль в истории Европы. Оно куда больше, чем просто водный путь. Это критически важный коридор для торговли, военной маневренности и энергетической безопасности. Это стратегическая зона с большим геополитическим значением и передовая линия нашей коллективной обороны». Командный пункт в Ростоке расположился на базе гандзейских казарм Бундесвера. Оперативная группа будет отвечать за управление военно-морскими силами НАТО и планирование морских операций. Глава Минобороны Германии подчеркнул срочную необходимость усиления восточного фланга Альянса на фоне российских кибератак и войны, которую развязала Россия в Украине. «Регион стал особенно важным на фоне российской агрессии у наших границ. Почти тысячу дней назад началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. Прямо сейчас, дамы и господа, Украина ведёт борьбу за своё существование». Прочь из НАТО и за мирный договор с Россией. С такими требованиями у стен Казар протестовали активисты. Многие боятся, что создание такого штаба сделает Росток целью атак потенциального противника и якобы нарушить договор о воссоединении Германии 2 плюс 4. Специально для критиков внутри страны Борис Писториус перешёл с английского на немецкий. «Позвольте мне ещё раз пояснить, это не штаб-квартира НАТО и никаких войск НАТО здесь не будет». «И я повторю, по-немецки, потому что есть такие, кто считает, что это нарушение договора 2 плюс 4, что НАТО открывает тут штаб-квартиру. «Дамы и господа, это не так. В отличие от некоторых на нашем континенте, мы уважаем международное право». ВМС Германии будут руководить оперативным штабом первые четыре года. Затем командование перейдёт к Великобритании.